Привет, ребят, с вами Юмилия, и, наверное, это видео будет неожиданным как для вас, так и для меня. Сегодня я утром зашла в паблик селфи, увидела один пост, и офигела, он, конечно же, связан с Кариной. Для начала хотела бы рассказать вам о том, как я отношусь вообще к этому персонажу. Поначалу я её ненавидела, я реально испытывала к ней какую-то ненависть, и она меня очень сильно бесила. Затем в какой-то определенный момент я начала относиться к ней нейтрально, увидела, в принципе, в ней нормального человека, и даже начала смотреть её видосы, которые сейчас даже очень сильно мне понравились. Когда у Карины был стрим, на котором она плакала, и потом что-то там с собой сделала, уж точно не знаю, мне рассказывали об этом люди, мои подписчики, и я в это вообще полностью не верила, и считала, что она снова пытается хайпануть. Но после того слива, который произошёл сегодня, теперь я понимаю, что всё это было реальной правдой, и теперь понятно, почему она плакала, и почему пыталась себя покалечить. Так бы на её месте сделала любая девушка. Вот вы, наверное, подумаете, что я буду сейчас её порицать, обсирать, и всё в таком духе. Но нет, на самом деле мне хочется её даже поддержать. Каждый из нас делает по своей молодости какие-то глупости. Кто-то бьёт татуировки, которые ему потом не нравятся, кто-то доверяет не тем людям, как, например, это сделала Карина. Также я, например, доверяла в молодости не тем людям, думала о них хорошо, но они в итоге оказались ублюдками. А она доверилась какому-то там парню вот настолько сильно, представляете, насколько хорошо она к нему относилась. И именно поэтому она для него всё это сделала. И сейчас, когда он её шантажировал, когда он всё это выложил, мне реально её очень жалко, и я хочу её поддержать. Да, это странно, что я такое говорю, я поддерживаю стримершу Карину, но это так и есть. Подобная ситуация может произойти вообще с каждой девушкой. Девушка может встречаться с парнем, даже в реальной жизни, там не на расстоянии всё в таком духе, да, а в реальной жизни она может с ним встречаться, доверять ему какие-то свои секреты, а затем он может её попросту бросить и растрезвонить всем то, о чём она искренне только ему одному говорила. Но с Кариной получилось вот так вот. Какой вывод можно сделать из этой истории? Не доверяйте парням, девчонки. Не надо такого делать ни для кого, только для мужа подобные вещи делайте. Учитесь на примере Карины, потому что вот поставьте себя на её место. Вам было бы приятно, если бы вас все обсуждали в таком вот ужасном ключе. Также я не говорю там про какие-то откровенности, да, просто присмотритесь хотя бы поначалу к парню и не доверяйте ему что-то своё сокровенное, какие-то тайны и к тому же чужие секреты. Потому что знаю, есть у девушек, у многих такая ошибка, они начинают встречаться с парнем, их подруга рассказала им какой-то секрет, и они рассказывают этот секрет парню. И потом получается так, что этот парень бросает девушку и в итоге рассказывает всё этой подруге, и как бы девушка остаётся одна и без друзей, и без парня. Поэтому будьте осторожны. И что я хочу вас попросить? Давайте поддержим всё-таки Карину. Хоть каким она человеком не была, хоть чё она странного раньше не делала, но сейчас я реально хочу её поддержать и хочу попросить вас это сделать. Вот даже Леопольд её поддерживает, надеюсь, вы слышали его мяу. Ну а с вами была Юмилия, я просто хотела высказаться по данному поводу. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Парни, любите своих девушек и будьте им верными, и не делайте с ними подобных отвратительных вещей. Ну, вроде всё сказала. Всем, мои дорогие, пока-пока, надеюсь, вы подпишитесь на канал, на мой инстаграм, в общем, покедова.